всем привет меня зовут Ольга вы на канале о вязании я хочу начать новый влог потому что сижу не могу собраться выйти на прогулку обычно у меня это что-то получается лучше вот в общем сейчас соберусь схожу прогуляюсь нужно подождать немножко времени заскочить в одно место которое открывается в 10 часов поэтому рановато идти сегодня будет у меня прогулка небольшая решила что нужно подвязать немного побольше потому что за счет предыдущих выходных когда я совсем не вязала немножко накопилось дел вот очень круто то что у меня потихоньку начинает работать ярмарка мастеров я ее открывала в двадцать первом году по моему вернее открывала ее давным давно но я не занималась и потом начала добавлять работы в двадцать первом году и вот сейчас наконец-то пришел тот момент когда хотя бы каждый месяц есть хотя бы по одному заказу иногда даже прилетает два-три заказа это очень очень круто потому что к сожалению из-за логистики очень сложно сейчас все это отправлять это очень дорого вот и выхлоп получается такой же в общем если продавать на иностранную аудиторию у меня стоимость игрушек после всех вычетов всех налогов всех отправок то есть вот этих всех кому хочу заплатить до упаковок доставок выходит такая же стоимость как отправлять здесь по более низкой цене но за счет того что доставка дешевле за счет того что нет посредников остаются только налоги и поэтому выходит цена такая же даже не знаю ну вот наверное надо все-таки еще больше раскручивать мне ярмарку мастеров я уже об этом говорила в прошлом логе буду добавлять работы которые я могу сделать буду пока пока добавлять старые фотографии но на данный момент я понимаю что у меня уровень конечно же вырос по сравнению с тем как я вязала в 2018 2019 году когда именно занималась там игрушками спицами и просто большими игрушками большими это до 20 сантиметров плюс я тогда вязала и плюшевые игрушки но к плюшу я не очень хочу переходить потому что это нужно снова садиться думать насчет упаковки где-то доставать плюс это будет перерасчет на доставку потому что чем больше работа чем тяжелее над тем дороже доставка у меня же маленькие игрушки и они идут ну я в принципе знаю сколько будет что я не рассказала наверное когда рассказывала про похудение да у меня вес значит после выходных было плюс полтора килограмма вчера было минус 900 сегодня минус 500 то есть я уже вернулась в свою норму отеки ушли завтра еще уйдут питаюсь я на равновесную калорийность стараюсь убрать вот эти покупные простые углеводы там где много сахара и много жира потому что это безусловно все задерживает жидкость а потом жидкость возвращается в жировую ткань и да я тоже не рассказывала видео что когда мы худеем жировые клетки никуда не исчезают они просто становятся таким маленькими маленькими и как маленькие паразиты сидят и ждут когда мы дадим слабину чтобы снова набрать силу и увеличится в размерах а жировые клетки увеличивается просто ужас как в каком количестве они растут до каких размеров поэтому нельзя давать слабину и вот эти вот простые углеводы они конечно же этому способствуют поэтому нужно себя держать в руках и катюша спрашивала про то что готовка сколько занимает по времени готовка я немножко говорила про это на самом деле готовка получается у меня безусловно когда я начала питаться на 10 калорий когда я не понимала что там как кушать и ну как вообще собирать эти тарелки старалась есть очень очень разнообразно чтобы каждый день был каждый даже прием пищи у меня был разнообразный в общем это занимало безусловно очень много времени но я решила что вот на период 4 месяца дала себе что это как оздоровление лечение и соответственно ну оно так и было я лечилась от ожирения я пыталась выздороветь от рпп но к сожалению так никуда расстройство пищевого поведения пока что не делась я надеюсь что со временем это конечно возможно я и смогу с этим справиться но перед периодами жор все равно остается когда хочется все бросить либо ничего не готовить вообще и ничего не есть и потом я падаю в другую крайность когда я хочу сожрать все все надоело больше ничего не хочу не хочу питаться вот так вот сбалансированно хочу делать то что хочу вот и не делать то что не хочу надо эти периоды пережить потому что потом идет такое спокойствие и ты очень горд за себя что ты держался что ты ну как бы все равно даже если были какие-то нарушения ты все равно держал себя в руках и очень быстро восстановился стал на путь истинный потому что на самом деле это ожирение случилось у меня из-за того что я ну как это происходит в общем сегодня как ой ну сегодня съем морожку а завтра уже не буду съел морожку в принципе это нормально вот вчера я ела мороженое потому что оно как раз свою калорийность даже если чуть-чуть там на сто двести килокалорий чуть больше будет за счет физической активности это все сгорит но когда ты съедаешь сегодня одну морожку потом думаешь ладно сегодня съем еще вторую то есть две морожки съем а завтра уже не буду есть вообще съедаешь второе потом думаешь три съем и точно завтра вот стопудово я не буду нарушать все завтрашнего дня обязательно все сажусь сажусь на правильное питание в общем ты съедаешь три морожки совесть просыпается такой не 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 все все завтра мы это все отработаем и больше такого не повторится ты просыпаешься с утра и если тем более это никак не сказалось на весах то есть у тебя вес остался такой же ладно сегодня еще морожку съем а завтра точно не буду съедаешь одну потом вторую и вот это вот ком вот этот просто продолжается день за днем ты просто себе говоришь все завтра вот буду питаться хорошо завтра буду питаться завтра я все отработаю это нас тут такой обман самого себя и вот это приводит к тому что вес набирается очень сильно и попасть в эту влагушку очень легко потому что мне сейчас я вот постоянно ловлю себя на этих мыслях что вот сегодня там чуть больше калорий съем а завтра обязательно буду есть по равновесной калорийности сегодня там ладно это еще чуть-чуть добавлю а завтра точно точно в общем с этим нужно быть аккуратным это расстройство пищевого поведения и к сожалению с этим придется работать очень очень долго так значит по вязанию я вам чуть чуть попозже покажу когда закончу единорожку как раз сегодня у меня там одна уже готова нужно вторую связать единорожку и буду работать пришел еще небольшой заказик нужно будет связать бабочку и пингвиненка вот так что работа есть тут меня один заказчик расстроил у него проблемы финансовые и это конечно скажется мне проблемах по оплате ну ладно с этим разберемся как-нибудь вот все пойду я наверное прогуляюсь вчера купила клубнику заморозила и вот думаю купить еще клубники я где-то четыре килограмма заморозила остальное мы съели пол килограмма я вот думаю может абрикосы уже сезон хочу заморозить надо посмотреть почитать когда там сезон когда будет заканчиваться чтобы купить подешевле и заморозки это что пошло все ладно к прическе я потиху привыкаю муж надо мной прикалывается потому что сзади у меня волосы крутятся я как барашек ну вижу поэтому соответствую своему статусу вот такие дела все ладно побежала так я прогулялась и сейчас вам покажу еще свой вариант еды вчера я но это в прошлом логе получается показывала вам и сегодня покажу что буду кушать сейчас в общем сегодня вот такая большая тарелка опять у меня еды значит что здесь здесь вареная курица супа я борщ варила 50 грамм овощей это рагу то что мама закатывает 50 грамм овсяной каши в виде зерна которая до сваренная мультиварки муж с утра не доел салат который я готовила ему но я так и предполагала что не доест тоже здесь где-то 50 грамм и 50 грамм морской капусты решила не заправлять еще 50 грамм от этой зелени потому что морская капуста открыта решила что прям вот такое разнообразие будет значит еще я съем пол яблока можно было съесть конечно целое яблоко оно очень хорошо входит в калорийность мою но я хочу еще съесть мороженое а соответственно тут получается 100 100 100 это 300 грамм здесь 80 грамм это 380 и мороженое где-то грамм 70 должно быть это получается 450 грамм еще немножко воды мне захочется попить чтобы запить либо можно это все соусом полить каким-нибудь но сейчас у меня соусов нету а так вот мама тоже закатывала томатную пасту я ее использовала как соус полить на курицу либо она делала от кемали по-моему называется соус на основе сливы вот тоже ее было вкусненько и еще вам покажу сделала свое варенье абсолютно обычно я его в баночку переношу но так как сейчас ремонт и мне лениво мыть посуду поэтому храню в тех тарах где готовлю вот значит вот так выглядит безумно вкусно пахнет значит здесь клубника добавила немного воды потому что как-то мне густовато показалось также я добавила сюда подсластитель от фит парада номер 7 мне он очень нравится и здесь полторы ложки псилюма она еще жидковато потому что тепленькая но вот когда полностью остынет оно станет еще гуще такое варенье конечно не хранится значит такое варенье не хранится то есть на заготовке его не сделаешь поэтому я сегодня сходила на комаровку посмотрела какие там цены ну вот клубнику я уже заморозила не знаю может еще заморожу и да кстати не показала секунду сейчас хотел вам еще показать на алиэкспресс купила вот такие пакетики одноразовые на резиночке их можно использовать в холодильник у нас холодильник ноу фроуз то есть не нужно размораживать и он очень сильно высушивает продукты то есть если ты что-то ставишь готовое нужно обязательно либо в контейнерах либо накрывать и вот этот вариант очень классный они как шапочки выглядят вот накрыл и поставил в холодильник так вот варенье это не хранится то есть я вот приготовила и буквально за 3-4 дня мы его скушаем сейчас у меня готовился суп вернее бульон там сварилась мясо я его сейчас достану в контейнер положу и буду варить супчик уже на основе этого бульона наверное с макарошками сделаю так это все я рассказываю для чего для того что меня спрашивают как долго не готовить нот получается видите я собираю из того что есть вот буду сейчас доедать то что там холодильники подчищать все и по мере необходимости готовить вот вчера мы доели суп сегодня я готовлю новый гарнир сегодня с утра приготовился хватит на сегодня и наверное на завтра потому что я еще буду доедать рагу из перца вот значит салат тоже в принципе на сегодня готов но завтра уже нужно будет новый салат готовить мясо у меня вместе с супом готово соответственно на обед сегодня я буду есть суп курицу тоже наверное яблоко съем вторую половинку ну вот так вот такие дела в общем у меня уже течет слюна да кстати еще хотела сказать зашла в аптеку купила себе еще железо потому что вчера сдала анализ гемоглобин у меня поднялся но недостаточно еще соответственно я наверное до конца года вот еще пол года шесть месяцев буду пить каждый день по таблеточке железо буду разные препараты покупать в принципе их нормально все переношу у меня нет запоров по этому поводу потому что правильно питаюсь и чтобы мне повысить гемоглобин чтобы он был стал нормально а потом уже буду качестве профилактики там пропивать один раз в полгода я думаю что этого будет достаточно вот я вообще в плане здоровья насчет всего там здоровья сильно не заморачиваюсь это правильное питание просто не знаю как случилось моей жизни а вообще из здоровья у меня получается самое важное то что я проверяю каждый год это по гинекологической системе потому что у меня наследственность не очень хорошая и соответственно я держу руку на пульсе в этом плане единственный кому я хожу каждый год единственный врач это мой гинеколог вот и делаю упражнения так как были естественные роды у кого были естественные роды я думаю что вы знаете что когда кашляешь либо чихаешь после родов приходится держать ножки кресиком чтобы этого не было я вот когда делаю зарядку обязательно делаю упражнения кегеля и конечно это вообще очень классный результат я прям прочувствовала когда делаешь это регулярно то эффект есть безусловно главное это не забывать делать и на будущее это конечно снижает риски по женской линии да какие все эти болячки которые не очень приятно я просто проходила практику в гинекологии и акушерстве и как бы насмотрелось этого всего мне хватило чтобы понять что это нужно беречь это нужно беречь за этим нужно следить поэтому сейчас я на это больше всего обращаю внимание не забываю да не только чтобы красивая снаружи была но в плане женского еще и внутри тоже чтоб красивая была вот так я сейчас точно сожру все на свете хотя еще по времени у меня зазор есть кушать вот кто кушает приятного аппетита я тоже буду кушать так я подключилась показать вам немножко вязания вчера я связала только вот такую единорожку к ней будет еще детеныш такой же то есть она получилась у меня размером где-то четыре сантиметра секунду да вот с ушками получается даже чуть меньше три с половиной четыре сантиметра нужно наверное больше тела обязательно мне как-то не хочется она такая миленькая получается когда такой небольшой размер и будет еще это получается мама будет еще и малыш к ней я уже начала вязать из мулине так так же я вчера закончила вязать вот такую подставку для кружек и поняла что вот на такую маленькую подставку здесь 7 рядов и обвязка у меня уходит где-то 11 грамм пряжи а у меня осталось два целых мотка вот я начала вязать новую и тут как бы остаточек остался вот после этого вязания и я только начала новую соответственно у меня из этого мотка свяжется три подставки точно соответственно мне надо будет чуть-чуть еще из последнего мотка у меня останется практически целый моток пряжи я вот думаю что из этого связать пряжа она такая жесткая достаточно и я посмотрела подумала может мне попробовать связать губки для мытья посуды я посмотрела что девочки вяжут я думаю что реакция сейчас будет очень неоднозначная и многие скажут что это ерунда что не стоит это делать но у меня остались еще маленькие моточки других видов этой пряжи и можно было бы просто в ноль вывязать кстати я смотрела там девочки губки и тряпочки для пыли вяжут из хлопковой пряжи но не нашла чтобы вязали вот из такой жесткой пряжи из стопроцентного акрила причем он такой знаете что-то среднее между вроде как и нормальная пряжа для вязания и при этом вот это синтетическое волокно которое используется для мочалок не помню как они там называются эта пряжа если связать такие тряпочки мне кажется что они прямо ну должны хорошо идти я не знаю как она будет мылиться вот но больше подставок чем пять штук я не хочу вязать соответственно у меня останется и на канале у Оли Аскаровой было что она из этой пряжи хозяюшка рукодельница вязала вязала мочалки еще можно было бы связать такие как бы спонжики для лица но так как я лицо свое не шлифую потому что она у меня сразу реагирует на любое соприкосновение и наоборот больше высыпаний чем когда я его не трогаю поэтому я как для спонжики для лица использовать не хочу вязать а вот губки для мытья посуды либо мочалку можно было бы попробовать может я все таки мочалку свяжу потому что у меня тогда останется моток серой пряжи и моток вот такого цвета и соответственно я смогу связать двухстороннюю двустороннюю мочалочку или нет все таки я хочу вывязать прям в ноль эту пряжу потому что чтоб она и не валялась и не путалась не мешалась хочу полностью вывязать ее в ноль вот на этом а еще я вам не показывала покупки значит я себе с алиэкспресс заказала рубашки они пришли конечно они синтетические электролизуются просто невероятно и там деревянные пугалицы которые мне совсем не нравятся интересно тут что на скотч что ли короче я заказала на wildberries вот такие вот пуговки черные и еще у меня черная рубашка и такого бордового цвета для бордового цвета я заказала вот такие простые золотистые пуговицы хочу их поменять потому что там они смотрятся вообще ужасно это деревянные эти пуговицы смотрятся не очень поэтому я выбрала мне кажется получше и будет рубашка смотреться нормально я ее когда первый раз одела она очень электролизовалась мне не нравилось но потом носила ее если она идет как верхний слой то есть вот когда жарко но уже вечерок и хочется что-то накинуть какую-нибудь рубашку но при этом сверху не будет джинсовки то отлично хотя когда было холодно я одевала майку потом рубашку потом джинсовку и тоже мне было в ней комфортно в принципе мне было и не жарко и не холодно то есть я не приела в этой синтетике нормально но единственное что я решила поменять пуговицы и еще я говорила что мне приехали неразъемные кольца я вам в одном из влогов показывала что мне пришли черные такие неразъемные кольца это для нового проекта вот значит я обязательно им займусь когда-нибудь когда-нибудь я всем займусь и обязательно все сделаю и еще не знаете что пришло мне пришла классная майка вернее она пришла не мне а моей младшей дочке смотрите какой классный принт она светится в темноте вот эта единорожка синий цвет и рок звездочки они светятся в темноте зеленым цветом я думаю что ей очень сильно понравится на физкультуру мы идем в школу соответственно я потихоньку готовлю их уже к школе что-то докупаю канцелярию вот майку в принципе леггинсы у них есть спортивные штаны есть обувь мы будем покупать прямо перед школой потому что ноги растут особенно у старших младшая как-то с ну она у нас маленькая миниатюрная поэтому она не сильно растет и не сильно изменяется в размерах у нее ни одежда ни обувь вот а вот старшие они прям ломанули очень сильно в рост также подросли ноги поэтому я боюсь им заказывать обувь вот в прошлом году я заказывала туфли на выступления для старшей дочки и я думала что все будет нормально но в конце года она в общем в них не влезла вернее она влезла но очень сильно натерла ноги вот в итоге переобувалась в кроссовке уже на выпуск после выпускного когда мы пошли праздновать чтобы ей было удобно и комфортно поэтому будем покупать это потом ну и соответственно что нам еще надо форма у детей есть жилетки я вяжу шапки ну старшие уже не очень носят шапку шапки по-моему там есть шарфики тоже есть куртки есть в принципе мы на следующий год готовы единственное что нужно будет обязательно купить обувь вот значит я буду продолжать вязать единорожку и покажу вам потом так села покушать и вспомнила что не ответила на вопрос которые мне задавали по поводу того как заполняла я отчеты и как считать вообще белки жиры и углеводы эти все калории я расскажу как это делать быстро и просто если даже вы не будете вот четко считать калории если вы будете соблюдать этот принцип то у вас будет при таком же количестве приемов пищи то есть обязательно надо 4-6 приемов пищи у меня 5 приемов в день у вас будет выходить нормальная калорийность которая точно не будет приводить к набору веса а возможно даже будет и снижаться вес значит я вам табличку ставлю в этой табличке я заполняла основные данные это это был вес за так это был вес за что у меня у меня память заканчивается на телефоне значит вес здесь вчера и сегодня то есть какой ответ был вес за неделю и какой вообще вес сбросил с начала программы также я заполняла физическую активность сколько в шагах и сон сон общий и глубокий сон тоже было интересно наблюдать сколько я получается когда мало спала обычно отеки были вот и дальше если вы посмотрите там один из примеров моего меню это я была на дефиците калорий именно потому что на сохранении веса я уже не не сохраняла вот эти вот отчеты а эти отчеты я просто отправляла оксанке оксана привет тебе окси magic и вот с телеграма как раз можно можно вытащить этого этот скриншот так вот если укладывать на тарелку 100 грамм белка 100 грамм углеводов сложных 100 грамм клетчатки и плюс какой-то не калорийный десерт то по итогам приема пищи за день получается калорийность которая очень хорошая то есть она может варьировать в зависимости от того какой жирности вы выбираете мясо вот и тогда может калорийность быть чуть больше может быть чуть меньше если вы низкокалорийные выбираете виды мяса то тогда у вас будет идти снижение веса если вы любите там свинину какую-то жирную говядину вырезку и баранину то тогда вес будет или стоять ну скорее всего стоять потому что при таком питании если вы десерты будете выбирать не калорийные тоже которые ну малокалорийные то тогда вес не пойдет и получается что вот эта таблица которую я заполняла к сожалению я ею не поделюсь потому что это наработки из программы вот там получается все считалось очень просто это курица это 100 килокалорий на 100 грамм салаты это 40 килокалорий на 100 грамм а так значит углеводы это у меня были тоже 100 килокалорий на 100 грамм если это какие-то рагу которые готовила мама там же есть сахар и масло это я считала по 70 килокалорий на 100 грамм десерты у меня приблизительно были все от 60 до 100 килокалорий и вот сегодня я например тоже себе сделала этот творог 1% у меня был насыпала туда ложку какао-калечатки сверху варенье с псиллиумом которое я вам показывала и сверху отруби и также на обед у меня суп как раз пока разговариваю слюна опять течет и он остывает значит супчик на бульоне и 100 грамм мяса там вот у меня получается 250 грамм супа плюс 100 грамм мяса это 350 100 грамм десерта это 450 и я еще кусочек хлебушка съем с супом это будет мой обед через часа у меня будет ужин ужин будет такой же как я вам показывала сегодня то есть там будет мясо курица вареная свежая уже не из борща вот с сегодняшнего бульона значит курица каша плюс что я там ела перец плюс полностью у меня будет салат свежий и сделаю десерт но перед тем как лечь спать я съем вот тут у меня осталось я готовила суп съем вот эту вот морковку она где-то 100 грамм и 100 грамм белка наверное курицу тоже буду кушать вот такое вот питание у меня получается ну и соответственно если вы не хотите считать калории то хотя бы просто взвешивайте еду потому что например когда взвешиваешь такой салат как я вам сегодня показывала из зелени он прям его много надо положить он мало весит если кушать морскую капусту то она тяжелая или там если кушать как она из бурака бенегрет то тогда тоже получается будет тяжелее салат его нужно положить поменьше ну и главное разбираться что есть белок что есть углевод а что есть клетчатка из клетчатки это свежие овощи квашеная капуста и морская капуста и грибы грибы сырые или приготовленные без разницы это клетчатка белок это самые сытные продукты мясо конечно же также белок это творог яичный белок что там еще может быть рыба знаете вот сегодня купила рыбу буду готовить судака лучше рыбу брать белую потому что она не такая калорийная если вы хотите спросить вес из остальных продуктов что часто вызывает споры бобовые это углевод грибы это клетчатка я сказала и сыры это жир сыры если вы хотите похудеть их нужно убрать на этот момент потом когда вы похудеете можете снова кушать сыры в рамках своей равновесной калорийности то есть если вы разберетесь с принципами какой продукт что это такое то тогда вам будет легче питаться и составлять свои тарелочки все я буду кушать супчик правильно и вкусно подключусь по вкусу итак я буду заканчивать влог решила что на этом наверное хватит и так вчера наболтала очень много рассказывала снова о питании но давайте поговорим все таки про вязание так значит я вам покажу единорожек которых я довязала большую единорожку вы уже видели ну как большую она вроде три с половиной сантиметра я вам говорила да так я их уже запаковала жду оплату вот только оплатят понесу буду отправлять это большая и к ней в компанию вот такая маленькая в люлечке вот давайте мы ее достанем посмотрим это связано из мулине большая единорожка связана из ярнарт ирис люлечка связана из канариса так значит это у меня готовая работа также я продолжаю вязать жилетку и у меня уже связаны подставочки здесь три штуки четвертую я вяжу и пятую в общем у меня точно целый моточек остается этой пряжей этого цвета и соответственно такой же моточек будет серого цвета вот не знаю я напишите если кто-то вязал вот такие тряпочки для кухни для мытья я понимаю что наверное это глупо вязать такие изделия но я просто не знаю куда пустить эту пряжу у меня вот остается помоточку вот что с ней делать еще какую-то в отставку вязать я подумала что может быть и связать поменьше размером чем большие но побольше размером чем маленькие и соответственно у меня на столе будет стоять такая тарелка на подставке которая крутится и там вот будет какие-то не знаю вкусняшки перечница с солью что там еще ну какие-то конфетки печеньки для детей чтобы что-то на столе стояло по центру но я еще подумаю хочу я это или нет наверное хочу вот так что возможно все таки свяжу тарелось вот подставку под эту тарелку а то что уже останется свяжу одну или две тряпочки для того чтобы посмотреть если никто не напишет я потом с вами поделюсь вообще стоит это делать или нет так и еще я вижу пингвиненка вот такой малыш у меня получается мастер-класса на него нет значит пингвиненок мне тут осталось я вот пришиваю голову осталось связать с лапки крылышки хвостик надо ему еще связать и он будет готов и я подготовила пряжу для бабочки бабочка будет вот такого вот розового цвета светлого и чуть темнее будут у нее крылышки это то что касается вязания и еще я хотела с вами немножко поговорить все таки я буду во влогах рассказывать так как я решила внедрить свои влоги в жизнь для того чтобы вам было интереснее то я на себя уже камеру переводить не буду потому что немножко приболевшие и состояние не очень хотя стоило бы вам показать что случилось с моей головой когда я помылась и у меня волосы вообще просто кучеряхами такими что я прям не ожидала то есть волосы вот длина которая вытягивала мои кучеряшки ее срезали и соответственно мои естественные волосы они стали крутиться еще больше чем это было сегодня я стала как реально барашек нужно мне к этому привыкнуть я думаю что все будет хорошо потихоньку будут отрастать и я надеюсь что они ну будут кучерявиться но это прикольно так значит про питание я еще хотела сказать мне уже не один раз как я здесь писали вот снова пришел такой комментарий что кто-то из девчонок начал так питаться по метаболическому принципу и чувствует слабость и вялость в общем якобы это питание не подходит давайте я немножко поясню что я хочу сказать во-первых когда вы что-то в жизни своей меняете что связано со спортом, с питанием, вообще со здоровьем. Если вы что-то делаете со своим организмом, пожалуйста, адекватно оценивайте ситуацию. У вас должны быть даны анализы, вы должны понимать, какие у вас хронические заболевания. Вы должны знать, какие у вас противопоказания. Вы должны знать, какие у вас есть аллергены, если вы реагируете на какие-то либо пыльцу, либо еду. То есть нужно понимать, что если у вас аллергия на яичный белок, то вам это употреблять нельзя. И я очень надеюсь, что у меня адекватная аудитория, которая понимает, что прежде чем что-то делать, нужно не слепо следовать рекомендациям. То есть вы должны не только словам верить и следовать, вы должны еще это, чтобы у вас было какое-то подтверждение в виде тех же анализов. То есть элементарно сдать общие анализы для того, чтобы посмотреть, что у вас там с организмом. Плюс, если вы консультируетесь у каких-то узких специалистов, вы должны понимать, какие у вас есть хронические заболевания, какие есть проблемы. Пожалуйста, прежде чем что-то менять, что-то вводить в свою жизнь адекватно, оценивайте, что вы можете сделать. Потому что последствия, как бы... Но я же не отвечаю за последствия, что вам там, например, станет плохо по питанию, от этого питания. Это первый момент. Второй момент, который я хотела сказать. Пожалуйста, не бросайтесь в омут с головой. Я, когда начала так питаться, я снизила максимально калорийность, дозволенный вот этот вот момент, который мы можем снизить на 40% от своей равновесной, я сразу снизила. Но если бы у меня организм реагировал слабостью и вялостью, то, соответственно, калорийность нужно было бы повысить. Даже если вы будете питаться на равновесную калорийность, либо снизите на 10-20%, уже будет результат. Он не будет таким быстрым, как у меня. И то мне понадобилось 4 месяца, чтобы сбросить 20 кг, да, 19. И если бы я калорийность чуть-чуть снизила, то тогда бы я худела просто дольше. Не 4 месяца, а 8, допустим, месяцев. Но это лучше, чем вообще ничего не делать. Потом, что еще? Каждый организм индивидуальный, и вот есть разная непереносимость. Есть заболевания желудочно-кишечного тракта, есть разные вот аллергены, когда у вас непереносимость каких-то продуктов, когда вы, например, не переносите молочный белок. Если вы не переносите молочный белок, значит, вы не можете пить кофе с казеином, например, как я, потому что это чистый белок, и, соответственно, у вас будет не очень хорошая реакция организма. Если у вас проблема с желудочно-кишечным трактом, и вы не переносите клетчатку, то посмотрите, пожалуйста, на растворимую клетчатку. Это свекла, это пектин, это псиллиум. Всё равно вам нужно будет потихоньку организм приучать к клетчатке. К клетчаткой нужно обязательно нашу пищу, чтобы в пище было достаточное количество клетчатки. Какую клетчатку вы будете есть, это уже зависит от вашего организма. И, наверное, когда я рассказывала вот в видео своё на полтора, нет, сколько там, почти два часа, и я очень жалею, что я упустила этот момент. Что я не рассказала, что есть противопоказания, что нужно сделать анализы. Но я надеялась, что люди адекватные и будут понимать. Потому что в том видео я говорила, что я всё равно пошла к врачу. Я делала биоэпендантсометрию, это анализ по составу тела. Я всё контролировала. И у меня есть медицинское образование. Я понимала, что я делаю. Что плохо, а что нет. Я очень долго сопротивлялась, чтобы снижать так сильно калорийность и питаться на таком дефиците калорий. Для меня это было дико, потому что я получила медицинское образование. И это как-то не стыковалось с моими знаниями. Но потом, когда я поняла, что многие факторы не учитываются, и на самом деле дефицит получается не такой страшный, как обычно в видео говорят, когда питаются вообще на очень низкой калорийности. Это... В общем, в этом нужно разобраться. И для этого нужно время. И любую ситуацию нужно адекватно оценивать. Пожалуйста, включайте здравый смысл. И я вас прошу. Самое главное, не навреди. Лучше сделать что-то чуть-чуть, но каждый день, чем вообще ничего не делать. Но если вы сразу же начнете просто активно заниматься спортом, при этом брать самый большой процент по дефициту калорий, вы просто убьете свой организм. Вы сделаете плохо. Так делать нельзя. Я вас прошу. Пожалуйста. И по поводу спорта тоже хотела сказать. Девочки, мы сидим, и мальчики, если меня смотрят, мы сидим, вяжем, и у нас очень страдает грудной отдел, у нас страдает поясница, у нас идут отеки нижних конечностей, потому что мы передавливаем наши вены, мы много сидим. Пожалуйста, пять минут в день выделите себе. Не нужно два-три раза в неделю заниматься по часу. Если вам нравится спорт, пожалуйста, занимайтесь. Но пять минут в день сделать зарядочку на шейный отдел, на грудной отдел, на поясничный, чтобы размять суставы, чтобы восстановить кровоток, пожалуйста, сделайте это. Вы удивитесь, какой будет результат. Но тоже не бросайтесь в омуту с головой, если у вас какие-то есть противопоказания, чтобы делать даже суставную гимнастику. Нужно проконсультироваться с врачом. Вот. В общем, я наговорила много, и хотела бы, чтобы вы меня услышали и правильно поняли, и чтобы вы себе ни в коем случае не навредили. Да, мой пример кому-то покажется, что это очень круто, и я буду делать точно так же. Но мы все разные. Я — это не вы, а вы — это не я. И, соответственно, делать всё точно так же, как я, не нужно. Пожалуйста. Ваш организм — это ваш организм, и я не несу никакой ответственности. Если вам станет плохо, не нужно меня винить. Я снимаю с себя всю ответственность этим видео. Вот. Короче, я буду продолжать вязать пингвинёнка. Не помню, сказала я или нет. Я немножко приболела, и это видео буду заканчивать для того, чтобы немножко подлечиться. Кондиционер, как и в прошлом году летом, так и в этом году, меня снова сложил. Не так, чтобы очень сильно, но чувствую я себя не очень хорошо, потому что слабость, вот, и горло болело, поэтому мне нужно немножко восстановиться. Я буду потихоньку вязать, и потом обязательно подключусь к вам. Снова буду показывать. Сегодня жду... Ко мне должны приехать газовики, сделать по газу всё. На следующей неделе, я думаю, что мы уже должны будем постелить линолеум, а также сделать окна и столешницу поставить. Но потом будем только ожидать кухню, когда она приедет, и потом я вам покажу кухню. Ну, и останется маленькие недоделки тоже. Посмотрим, в какой срок мы их сделаем. Но обычно мы стараемся прям всё сделать, и про ремонт забыть. Вот, всё. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо большое вам за интерес именно ко влогам таким более живым. Я благодарна за каждый комментарий, за каждый лайк. До новых встреч, и пока-пока.